В общем, всем привет, с вами Боди, и да, я знаю то, что я попал в ролик по Ладо А4. Короче, бесконечная ферма динамита в Майнкрафт, я сразу ставлю лайк Эдисону. Ребят, на самом деле я увидел вчерашний пост Эдисона, и мне, кстати говоря, очень жаль. Я, честно говоря, видел только один ролик с его собакой, с родителем, с собакой его родителей, вот, и мне прям вообще... Ну, прям вот, когда я увидел этот пост, то, что ей, ну, хана, мне прям жалко стало. Ну, как говорит Эдисон, она в лучшем месте, поэтому помним, любим, мы скорбим, как говорится. На самом деле, да, это серьезная тема, как бы, поэтому Эдисон, типа, мне реально... Я не могу почувствовать того, что ты почувствовал, поэтому я просто скажу то, что мне очень жаль, правда. Я не могу понять то, что он чувствует, потому что это не моя собака, но ему в два раза хуже, чем нам. Так, сейчас кроватку скрафтим тебе, мне, себе, мне, ага, одна готова, сейчас еще одну, и вот такую, и сикую, разноцветные, ты просил разноцветные. Слушай, а сколько вообще кровати-то надо? А, все, помню, 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 много, много надо кровати, сейчас еще. А что Катя-то делает, я не пойму. И еще две, вот сюда, а ты где-то не мешаешь, вот сюда и вот сюда. Нет, Катя, неправильно. А? Нормально? Ну, я просил разные скрафтить, чтобы и тебе было, и мне было, ты скрафтила разные, это фиолетовые, розовые, то есть ты только девчачьи скрафтила, а где мои вот такие красные, синие, черные? Слушай, это разноцветные, ну вот тебе пурпурная кровать. Ну это тоже девчачья, это только для себя цветы, вот это цвета скрафтила, а мне вообще не скрафтила. Фиолетовая, чем тебе не твой цвет? Это твой любимый цвет, а не мой. Ну тогда розовая. Так это тоже девчачий. Да, да в смысле девчачий, сейчас этот цвет в тренде, да ничего не понимаешь. Вот еще. Почему, почему у меня живот болит до того, как Катя? Кать, запомни, если ты смотришь это видео, то ты лучшая, вот-вот прям, ну реально молодец. А зачем вообще столько кровати-то, а? Ну, ты давай сначала их собирай себе в инвентарь, я тебе чуть позже расскажу, зачем они нужны. Я тут просто один новый способ нашел, как нам с тобой фулл сет мезеритовой броньки сделать. Бесконечная ферма динамита пишут. Поэтому, ты мне сейчас пригодишься, ты главный вот этот якорь возрождения с собой взяла. Заметили, да, как я оброс, а? А, как бомж выгляжу, красавчик. На самом деле нет. А, так, а как связаны между собой якорь возрождения и кровать? Ну, сейчас мы с тобой отправимся в одно местечко, я тебе покажу, как связаны вот эти. А, подожди, а светокамень ты с собой взяла, да, чтобы якорь возрождения вот этот. Светокамень, я, кстати, помню. Зарядить. Зарядить, да, светокамень, 15 штук, все с собой. Ага, ну тогда давай запинюкивай с собой. Вот, ну тубзик, как всегда, перед порталом в ад, сначала сходил в туалет, потом пошел. Только станцию в адский портал, и встретимся вот там, на другой стороне. Все, давай, жду тебя там. Ну, а красавта, если... Эй, если что, подписывайтесь на инстаграм и на канал Кирилла. Там совместные реакции наши выходят, ссылка в описании. И скоро новые фотографии. Вдруг кровать не поможет, всегда есть запасной вариант. Динамит. А, это мы, получается, сегодня вот этих пиклинов будем спать укладывать, да? Или хоглинов, или муглинов, или свиглинов, да? А, мы их будем убаюкивать, там им колыбельную, да, читать? А зачем, а зачем, чтобы они спали? Мать моя женщина, Кать. Да, они реально, это всю жизнь они спят. Может быть, мы им поможем поспать. Или нет, или, может быть, мы гаста на кровать положим. Слушай, ну мне эти обновления точно нравятся. А кто еще здесь? Я не могу. Да, при, да, при, да, при чем здесь? Кать, вот хоть что-нибудь хочется поделать. Здесь колыбельная, и при чем здесь гаста, и при чем здесь спать? Мы кровати не для этого крафтили, а совершенно для других целей. Давай мы сначала с тобой добежим до места, а потом задаваем вот эти все вопросы, хорошо? Окей, да. Уважаемый мой человек, на кроватях спят вообще. Уважаемый мой молодой человек. Эдисон не старый. Молодой человек, молодой. Девушки, вот запомните всегда своих парней, зовите молодым парнем. Поняли? Молодым. Нам очень приятно, когда наша девушка говорит, что это мой молодой парень. Ну, типа, не парень, а молодой человек. Вот, вот. Это я вам так вкинул. Это, для чего еще они-то нужны, ну? Ну, нормальные люди на кроватях спят, но мы же... А пацаны, вы говорите, знаете, как молодая леди. С тобой как бы не совсем нормальные. Все знаю. Да, тем более мы с тобой в аду находимся. А как ты, Катя, знаешь, в аду спать совершенно невозможно. Поэтому, без лишних вопросов, просто беги за мной и убивай. Ну, едешь, ну, пофиг. Вот этого Гаста. Сейчас мы возьмем лучок. Кстати, у меня лук какой-то. Сейчас в нее запиндюрят. Чареный прикольный. Откуда ты? Серь, сказал. Взялся. Не попадаем, как обычно. Но ничего. Давай-давай-давай-давай-кать. Но я, в принципе, смогу все. А ты, может быть, поможешь мне, а? Нет. Эдисон, не надо, она справится. Так, что говоришь, на 14-й высоту копаться? Сейчас. Офигеть, что, обновление какое. Ребят, я, скорее всего, стрим скоро проведу, но точно не сегодня. Вот. Может, завтра. Может, после завтра. Все сделай. Ты, главное, не отставай. Не отстаем. Главное, в лаву не попади, а то я знаю тебя, ты любишь. Это, это, да, это, конечно. Ты, главное, лесенкой копайся, не под себя копайся, чтобы лавы там не было. Да. Я все слежу, у меня все под контролем. Ага, под контролем. Все у нее под контролем. И через 5 секунд Катя в лаве плавать будет, да? Неправда, вот увидишь никакой лавы, мне даже не встретится. Сейчас будет. В одну руку. А, нет, а ты прав, да? Якорь возрождения, во вторую руку светокамень, берем, ставим, заряжаем, правую кнопку нажимаем, точку возрождения делаем, и все, Кать. Так, главное, как в прошлый раз не опрофанится, вроде... Правой кнопкой нажми. Все активировалось. Ну что, Кать. Она нажала ведь правой, да? Катюшка, тебе же было интересно, зачем нам нужны эти кровати, да? Да ладно, это та, это та серия, когда они подготавливали. Ну, тогда я тебе сейчас объясню. Мы тут с подписчиками этот самый рабочий способ нашли, как быстро, прям молниеносно, моментально, находить вот эти незеритовые незериты в аду. Я, кстати, с подписчиками, смотри, 4 штуки вот этого незеритого лома. Только там было 7 пранков, или как там, как разозлить девушку. Нашел, мне еще 4 нужны, и у меня тоже будет полностью незеритовый сэр. Если не подписан на наш канал, то подписывайся. И включай колокольчик. Погоди, 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 это что это? Это я сейчас должна буду лечь на эту кровать. Меня подорвет ко всем чертям собачьим. И ты ради этого... Ты жертвуешь мной, чтобы себе кусочки незеритовые достать. Да, блин, он тоже... Ну, ляжет. У нас же как бы якорь возрождения есть, ты тут же появишься моментально. Поэтому давай, продемонстрируй подписчикам. Ты, главное, броньку сними и на кровать ложись. Давай. Офигеть, а почему не ты подрываешься? Почему всегда я? Ладно. Я бы предупреждал, я не... Почему это так смешно было? Так, мол, нос-то тыкай, но ты молодец, ты молодец. Но, Катя, я... Не до конца молодец. Я тебя разочарую, здесь в роге ничего нет. Мы ни одного кусочка с тобой не нашли. Это какой-то дебильный способ. Он, блин... Крутой. Везде все в пожаре, лаву... Зато рабочий, зато рабочий. Так, ставь кровать и второй раз подрывайся. Только не около этих. Какое-то издевательство. Раз, два, три. Почему я так смешно? Ну, чё, есть чё-нибудь? Ну, кроме лавы, пока что ничего не вижу. Я горю потихоньку. Так, ты туши, туши пожар. Ну, кварц нашли, разве что. Мне кажется, мы быстрее бы это сами нашли. Вон, киркой. А если ты такой умный, на, сам попробуй. Взорвись, думаешь, у тебя получится сразу найти? А чё думаешь, нет? Вот смотри, ставлю, ставлю вот сюда. Всё, Катюшка, до свидания. Ой! Ну, вот и всё. Катя упала в лаву. Возрождаемся здесь, смотрим. Два. Два. Два куска дредних обломков. Только что перетомбай. Нашёл буквально. Блин, Эдисон, я не понимаю. С первого раза умер, с первого раза поймал два. Садук. Низеритовый обломка. Давайте, а ты два раза взорвалась и ничего не нашла. А? Выкуси. Ха-ха. Это чистая случайность. Это подъем. Да, да, да. Или случайность, или всё же профессионализм, как-никак. Я просто лучше умею взрываться. Вот и всё. Признай это. Я лучше, говорит, умею взрываться. Ой, да это один шанс на миллион. Тебе просто повезло. Ну, давай, попробуй ещё раз. Нам везёт, как говорится. Лоша, я скорбить Майнкрафтера. Очень просто. Извиниться очень сложно. Оставь кровать и взрывайся давай. Опять что ли, блин? Только за... Давай сделаем так. В следующий раз, когда ты будешь ставить куда-то кровать, давай ты со мной сначала хотя бы... Да, отойти от ТП спавна. А то она его тоже взорвала. Посоветуешься? А то ты поставила, наша якоря взорвала, себя взорвала, меня взорвала. Мы то место простроили и сейчас находимся совершенно в другом месте. Хорошо, Катюсик? Хорошо, я больше не буду плести по золюстю. Копайся на 14-ю высоту ещё раз. В этот раз мы с тобой будем не с помощью кровати-то всё искать. Не зря же я с собой 26 динамита взял. Мы просто заминируем там этот тоннельчик из динамита, взорвём и всё. Всё, давай копайся, давай. Кстати, хороший вариант. А, ну да, хорошо, динамиты это круто. Подожди. В смысле? То есть... То есть можно было всё... Кать! ...сё эту фигню с кроватями не делать, а всё просто динамитами взорвать? Ну, подписчики писали, что можно и так, и так. Ну, просто я посчитал, что с кровати уже как бы эффективней. А сейчас, когда у нас с тобой нет вот этих якорей возрождения, ну, значит, будем динамитом всё взрывать. Эффективно, когда Катя на кровати подрывается. Я всё поняла. Хорошо. Кать, да ты сама же захотела подорвать около спавна. Паимся на 14. Зато смешно, согласись, Кать! Ну, реально, угарно было. Да, особенно, когда я подорвала все наши якоря, и остались мы ни с чем. Катюшка, запоминай, пожалуйста, наш план. Я сейчас это всё минирую динамитом. Как только я выхожу отсюда, ты сразу же моментально нажимай вот этой зажигалкой, чтобы здесь всё взорвалось, и будем молиться, что нам хотя бы два или три кусочка вот этого Незрита попадётся. Хорошо? Давай, давай, давай. То есть опять, да, я должна всё подрывать, своей задницей рисковать. Я же... Сейчас задницей рискуем, а не ты задницей рискуешь. Я же здесь динамит сейчас расставляю, а не ты. Так, последние три кусочка. Раз, два, три, поджигай, давай, быстро. Давай, давай. Ты не ты сама, если я сейчас подорвусь, что мне делать, то всё поджигают. Кать! Побегай, побегай, побегай! Не пойму туда, пройся, 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 пройся. Так, тихо. О, пошла жена. Вижу кусок, который зато... Два, два куска я вижу. Плевает в лаве! Эээ, чё ж мы наделали-то нафиг? Как сейчас туда попасть? Ё-пер-ны-театр. Как, я видел, там один кусок древнего обломка. Там два их было, два. Был, но проблема в том, что мы до него сейчас фиг туда доберёмся через вот эту всю лаву. Так надо лаву просто застроить сверху. И всё, иди тогда застраивай. Да, да, я об этом иду, я думал, здесь он так и сделает. Лаву я прокопаю. Интересно, Катя первая до этого догадалась. Вот туда. Да что ж ты будешь делать, это почему всегда я рискую? Ну, как говорится, тебя не жалко. Кто не рискует, тот не пьёт сок. Чё один кусочек нашёл, Катя, там два кусочка уже. Вот, три. Три кусочка нашёл. Да подожди, ты успокойся, я сейчас в лаве поплавать успела, пока ты там лазил. Ага, давай. Охренеть. Ай, хорошего плавания. Ещё даже один динамит не взорвался. Кошмар, слушай, надо просто крышу эту зал... Да ладно. Латать и всё, лава... Так много. Перестанет течь. Катя, ни хрена. Два кусочка там. Один кусочек здесь. Ать, два, три, в лаве четыре, сзади пять. Один кусочек в лаве находится, и один кусочек там. Да мы кусков пять-шесть только что нашли с этим динамитом. Ядрённо, кочерыжка, да ты помоги мне, я... Нет, не кочерыжка, Катя, ядрённо-матрёна. Я горю, горю. Ты опять в лаву упала, да сколько можно в лаву-то падать, Катя? Ну всё, прощай, сейчас, всё, всё, пока. Бум! Ну тогда давай, кати решила поплавать в лаве. Делаем так, ты меня просто... Дожди дома, я сейчас эти древние обломки соберу и тоже к тебе отправлюсь, хорошо? Хорошо, но потому что не надо так рисковать жизнью своей девушке. Катя, там ещё один... Да Катя, ты же сама прыгнула в кусочек, значит мы всё же шесть нашли. Всё, забирай всё и сматывай, я тебя... Он их сказал, пипец. Дома буду ждать. Нам нужно было найти всего лишь четыре. А, он сказал семь. Пери кусочка, потому что четыре у меня уже было. В итоге мы нашли целых семь, а не четыре. Ещё один кусок нашли, мне бы на меч хватило, ну ладно. Сейчас я это всё пережарю, запинюкаю себе тоже фуллезеритовую броню и тогда ты обзавидуешься мне. Так, где у нас нах... Я сейчас буду угорать. Если Катя скажет, так, давай мне эту, а я тебе старую отдам. Чего у меня нет? Шлема у меня нет, да? И труханов вроде не. Чему я обзавидоваться? А чему обзавидоваться, если у меня тоже целый стак брони? Так. Сет. Но я же себе ещё скоро меч скрафчу, вот мечу ты обзавидуешься. Так, ещё два кусочка ждём и я всё... Катя уже спрашивает, а чему, чему, чему? В смысле, у тебя лучше? Ну-ка, давай меняться, вот так будет скоро. Делаю. И вот так. И вот так. Забираем. И два куска, Катя. Целых два куска. Сейчас это всё соединяем. Я просто переживаю, если так будет. Здесь вот так вот. Господи, как я долго ждал вот этого момента. Надеваем. Запердукиваем. Ну, ты только посмотри на всё. Красавец, красавец. Мы теперь оба просто красавцы. Ну, слушай, когда у меня есть фуллсет незритые враниты, мне больше не нужна. Все чиксы этого района теперь мои. Я такой выйду туда с незритом, сюда с незритом. Потом скрафф себе меч ещё вот так, так, вот так, вот так всех буду. Ты мне... Эдисон, беги, прячься в аквариум. Спокойся, ну это шутка просто была, то, что мы с тобой сейчас крутые. Ты полностью незритая, я полностью незритая. Мы с тобой, кстати, выполнили практически всё, что мы хотели сегодня с тобой сделать. Мы можем пойти прогуляться, допустим, в Диснейленд. Немножко развлечься, может, в Диснейленде. Так. Что-то новенькое появилось. Эм, какие-то новые... Точно, вот что они делали. ...магические места, допустим. Ты давай, давай, пошли за мной. Ой, это главное не отставай, хорошо? Ну, слушай, главное, чтобы там вешал... Сейчас чё-то будет... Какой-то не убрали, а то она мне понравилась. Какую вешалку? Подожди, провешу. Колокола. Только попозже. Это... Это что ещё такое? Там какая-то башня огромная. А ты построил? Подожди, ты мне сначала скажи про какую вешалку ты только что сказала. Да там пеструн чей-то был. Это в Диснейленде. Ты сказала же, что это вешалка. КОГО? Катя! Катя! Не так, не так! Надо было сказать! Надо было так же говорить, что это вешалка. Или хотя бы колокол. Да всё, забей, ты мне лучше расскажи, что это за красота такая. А, ты про это? Да, да ничего тут такого нет. Это просто мы с подписчиками строили от Балды, когда, ну, время вот это было. Мы хотели тебе подарок сделать, но, ну, в принципе, вот так как-то получилось. Это башня принцессы. Ну, то есть, чтобы ты там жила, типа ты принцесса, понимаешь? Но подарок как-то не удался, вот. Почему не удался-то? Это же очень прикольно. Да что-то внутри, можно мне туда пойти, пожалуйста? Я принцесса, я принцесса, хочу быть принцессой. Ну, я не знаю. Опа. Да там ничего неинтересного как бы нет, но если ты вдруг хочешь, то да, ты можешь пойти, посмотри. Я хочу, пошли проводишь меня. Ай, хорошо. Ага, хорошо, давай, пошли, провожу тебя. А почему ты мне сразу-то не показал, так красиво получилось. И девушка вот эта, в отличие от тех вот... Ну да, это, кстати, Лерочка строила, это Лерочка вот эту... Ты, кстати, догадалась, кто это такая, а? Не верю, что Лера строила, но это же вроде как Рапунцель. Это Рапунцель, да, это башня Рапунцель, то есть это башня... Блин, у меня так болит шея. Принцессы, есть ты... Сегодня, кстати, у кого ливень был, напишите в комментариях. Хотя, хочешь, ты можешь жить в ней прямо сейчас, поэтому давай, проходи за мной, я даже тебе прямо сейчас открою дверь, иди смотри, что там внутри. Подожди, подожди, там ключик какой-то наверху. Ну там, ладно, короче, сейчас посмотрим. Так, а как открыть, открываем дверь? Ну давай, давай, заходи, заходи, давай, подожди, еще раз, вот так, нажми ты кнопку, заходи. Все, все, зашла, ты со мной не пойдешь? Я пойду, конечно же, с тобой, пойду, давай, наверх, вот. Ага. Это твоя... Ой-ой-ой, зелебесилие. Твоя башня, ты тут можешь жить хоть до конца жизни, я как бы даже не преувеличиваю. Это твоя башня навсегда. Да хорошо, хорошо, спасибо за такой подарок. Ой, какая тут розовая комнатка, прикольно. В сундуках есть? Ничего-нибудь, ничего. Нет, это все заготовка на будущее, тут смотри, тут у тебя верстак, тут у тебя еще один верстак. Розовая твоя любимая кроватка. Тут у нас железо, вот эта железная вот эта фигня, чтобы ты не выпала случайно там в окно, понимаешь? Как бы техника безопасности. И что самое главное, смотри. В этой комнате ты даже ничего ломать не можешь. То есть тут техника безопасности настолько продуманная, то что тут ничего не ломается никогда, понимаешь? Слушай, это отличный вид какой на Эфелеву башню, на Дисней Уэнд. А-а-а, курятник на наш. На курятник, вид тут просто замечательный. Ладно, тогда я тебе предлагаю тут остаться. Ты с этого дня принцесса. Прямо до конца жизни. Поэтому, Катя, всего тебе там хорошего. Давай, я вернусь когда-нибудь, давай. Спасибо большое за такой подарок. Сейчас я... Ну, я тут, наверное, не буду оставаться. Все-таки как бы даже еды нет. Тебе придется остаться. Подожди, я тебе даже еду не дал? Нет, у меня нет еды с тобой. Хорошо. Ну, тогда я тебе буду раз там в пару дней еду приносить. Тебе там хорошо жить, Катя. Я верю, что ты совсем справишься и скучать там не будешь. Ага, давай. Ага, подожди. Может быть, это, мы серию-то закончим вместе? Че ты куда ушел-то? Ну, я-то закончу, а ты как оттуда выберешься? Ты же блоки там ломать не можешь, не? А как мне реально отсюда выбраться-то? Подожди. Только дошло. Ну никак, это же башня Рапунцель. Как там по сказке было? Рапунцель закрыли в башне, она оттуда не смогла выбраться, не? То есть, это я Рапунцель, я принцесса, которая сейчас заточена в башне на стиг. Да, только ты не Рапунцель, ты вот это, ты Катипунцель. Ты там совсем страх потерял. Так скажи, Катапульта. Там что ли? Подожди, ты хотела башню принцессы? Ты получила башню принцессы? А то, что тебе древний страж вечно накладывает эффект вот этого утомления третьего уровня, и то, что ты не можешь ломать блоки, и ты навечно заточена в этой башне, ну это как бы уже не мои проблемы. Проблема, да. Утомление три навсегда? Навсегда, да, да. Собака, ты студовая, но вернись, я по семье! Я вижу тебя, вот ставишь. Ты поняла то, что ты ни один блок до конца жизни там в той башне сломать не сможешь? Я тебя, вот я сейчас выйду, я тебя урою. Да ты не выйдешь, Кать! Я тебя урою. Ты сначала выйди, а потом урой, хорошо? Я, я выйду сейчас, я так выйду, сейчас я в себя стрелой попаду, сейчас я попаду в стрелой в тебя. Ага, тут же стекло, чёрт. Ну тогда... Не, есть вариант, как выбраться. Надо ей умереть. А чтобы умереть, нужно, чтобы у неё был голод. Она должна просто бегать очень быстро. Я, Екатипунцель, спусти мне свои косы, когда они вырастут, а я по косам тебе туда заберусь и вытащу тебя, хорошо? Ему ханал в следующей серии. А пока я пошёл, мне же ещё как бы незеритовый меч надо скрафтить, незеритую лопату, незеритую мотыгу. Кать, у меня много незерита сейчас будет, а ты там... Ну, всего хорошего. До свидания. Тебе капец. Блин, мне понравилось. Не, хорошая, реально хорошая серия. Вот прям реально хорошая серия. Поэтому, чё я могу сказать? Мне понравилось. Да, много за вчера и за сегодня произошло всего интересного. Спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Всем до новых видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и... Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok